Вам удобно в этой позе? Ну, не совсем. Это нормально, так и должно быть. Легкий дискомфорт нужен, чтобы нарушитель не устроил потасовку с полицейским. Тонкости работы при задержании курсанты Краснодарского университета МВД внимательно записывают в тетради. В аудитории, которая имитирует дежурную часть, готовят будущих участковых. Для этих сотрудников очень важно чувствовать ту самую грань, где стоит применить силу, а где проблему можно решить разговором по душам. Прежде всего найти подход к гражданам. То есть, понятно, что контингент не всегда будет желаемый. То есть, нужно уже здесь опираться именно на психологию, которая также будет преподаваться у нас. И на основе этого уже находить подход к каждому конкретному случаю. Самые сложные ситуации для участкового обычно возникают во время так называемых бытовых вызовов. Когда после алкогольных вечеринок конфликт превращается в семейную драму. Заставить без грубости и силы открыть дверь и даже услышать приглашение войти вовнутрь верх мастерства участкового. Им необходимо правильно квалифицировать ситуацию. Им необходимо тактично и тактически верно построить общение с гражданином. Составить необходимые процессуальные административно-процессуальные и оперативно-служебные документы. На специальном полигоне построено 11 комнат-симуляторов, в которых воссоздают реальные условия работы полицейских, что называется, на земле. Но современный участковый – это универсальный солдат. Физическая и огневая подготовки играют здесь не последнюю роль. Губернатору Кубани показали, как полицейских готовят к реальной работе. Вениамин Кондратьев приехал в Краснодарский университет МВД поздравить участковых с наступающим профессиональным праздником. Его они отметят в это воскресенье. Ну а пока нормативы по стрельбе. В тире с интерактивным экраном максимально погружаешься в боевую обстановку. Имитируется ситуация. Вот он сейчас с поднятыми руками. Только смотил пистолет с целью поразить сотрудника, сразу идет выстрел на поражение. Ко мне не то, что вам отдай землю! А поднимите, а мне руки на голову! Будьте! Созданы все качественные условия. На самом деле для их будущего качественного нанесения службы. Я сегодня могу смело сказать, что очень высокая, высокопрофессиональная подготовка у сегодняшних курсантов. Безусловно, завтрашнее подспорье. Их уже еще раз по честному очень успешной и качественной службе по любому направлению правоохранительной деятельности. Подобная база для подготовки – отличная возможность отработать любые внештатные ситуации. Будь то неадекватная реакция при проверке документов или во время задержания машины. Спортивный зал, конечно, не самая визитная карточка спецполигона. Но именно здесь постоянно проходит тяжелая работа над собой. Участкового, который ежедневно проводит поквартирные обходы, следит, нет ли рецидивов у тех, кто недавно вышел из тюрьмы, самодолжность заставляет быть в хорошей форме. Силовая подготовка, также боевые приемы борьбы. Это общая часть, которую мы включаем в занятия постоянно, регулярно. Принцип один – здоровый теле, здоровый дух. Не важно, какая у него будет дальнейшая служба. То есть, в любом случае, он должен быть физически крепок, подготовлен. Как улучшить не только физическую готовность полицейских, но и условия работы, говорили на съезде участковых. В крае только в этом году отремонтировали 12 и построили 8 новых опорных пунктов. Помогают и с жильем. Победителям конкурса в среди участковых вручают квартиры и служебные машины. Обращаясь ко всем главам муниципальных образований, мы должны помнить об участковых, как людях, которые, еще раз подчеркиваю, первые, сталкиваются с проблемой на наших улицах, в наших поселениях, в наших станицах, городах первыми. К ним бегут. У них просят защиты, поддержки, они ее оказывают. Поэтому мы должны просто-напросто создавать условия встречные для того, чтобы они на самом деле чувствовали нашу заботу о себе. Если спросить у населения, кого они назовут, из представителей полиции, назовут участковых и представителей уголовного розыска. Они сегодня на виду, они на слуху. Только потому, что на самом деле вы выполняете ту работу, которая нужна людям, людям каждый день. Съезд участковых не случайно проходит в ноябре. 96 лет назад их подразделения были выделены наркоматом внутренних дел в отдельную структуру. По словам начальника краевой полиции, современные правоохранительные органы невозможно представить безуполномоченных на местах. По работе участкового-уполномоченного граждане судят о деятельности полиции в целом. Ваша работа требует особого подхода, душевной теплоты, терпения, сопереживания и высокого профессионализма. От умения наладить доверительные отношения с жителями своего района напрямую зависит оперативность работы и раскрываемость преступлений. Заслуги участковых переоценить сложно. До 80% всех обращений людей попадают на стол именно к ним. В полиции они считаются универсальными сотрудниками. Особенно это касается сельской местности. За помощью к полицейским там идут не только, когда случаются преступления. Создавая безопасность на улицах для других, вы создаете безопасность и на улицах, и в общественных местах. В целом тех муниципальных образований и для себя, и для своих семей. Для других, как для себя, для себя, как для других. Это принцип вашей службы. Поэтому, когда мы говорим, что безопасный край, и он практически, с точки зрения даже курорта, отмечается всеми отдыхающими, кто здесь у нас отдыхал, самый безопасный регион страны. Это ваша опять заслуга. Невидимо по крупицам каждый на своей улице, каждый на своем участке. Делайте эту работу. Которая потом приводит к тем результатам, которые, еще раз хочу подчеркнуть, вызывают гордость в целом края за вас, за наши правоохранительные органы. Одним из главных результатов работы участковых стало снижение правонарушений на бытовой почве, в том числе и тяжких, почти на 15%. Их усилиями раскрыто свыше 8 тысяч преступлений, задержаны больше сотни разыскиваемых. Вениамин Кондратьев, обращаясь к залу, попросил не забывать, что главное в любой работе, какой бы сложной она ни была, человеческое отношение. Участковые, в первую очередь, это тоже люди, которые ставят профессиональный долг выше своего, своего личного, в том числе свободного времени. Ночь, день, выходной, праздник, либо даже отпуск. Люди, которые выбрали своим принципом жизни даже не службу, а служение. Ценить и оберегать. Это ваши уважаемые участковые, уполномоченные. Прямая задача, долг, ваше служение – оберегать. Самое главное богатство, которое есть в нашем крае – человека, жителя. Им посвящают стихотворения, о них снимают фильмы и сериалы. О них слышал каждый россиянин. Только в Краснодарском крае сейчас службу несут почти 2 тысячи участковых. У кого-то районы с населением в 7 тысяч человек, а кто-то работает на территории площадью в несколько гектаров. И даже если не каждый кубанец знает своего участкового лично, но все помнят, что именно уполномоченный полиции придет им на помощь первым.